А какие-то крысы Мне вас жаль Собаки в большинстве своем неадекватные Простите, карликов или людей очень низкого роста Нереально, там, тупей Далеко не у всех собак Ну вот Такая парочка стерв Знали когда-нибудь, зачем собаки так делают? Вкуснятина какую-то вкладывают яд Возьму немножко нашего корма Мишу потеряла опять Миш, Софиш, ищи Мишу давай Привет, я Энни Мэджик И со мной тут мои собачки Миша и Софиша И мы с ними отравились на прогулку Заодно заехали на дом Наш Мэджик Хаус, который мы строим Почему только с девочками? Потому что вы, наверное, в курсе, что моя собака самая младшая Покемон Юмичу, она приболела И поэтому она осталась дома И чтобы ей было не скучно С ней остался и Васик, ее приемный папа Эйвен и Киса Алиса, конечно же Но я Кису Алису тоже хочу убрать на прогулки И приучать ее к улице постепенно Потому что скоро мы должны уже переехать в дом Так что ставьте лайк этому видео Если хотите влоги с Киской Алиской И вообще, чтобы мы, когда Юми выздоровеет Отправились на прогулку все вместе, как обычно Ты что, не хочешь гулять? Легла тут такая Кстати, долго собачкам нельзя разрешать лежать на бетоне Потому что он холодный А им кажется, что прохладно Но они могут растудиться Поэтому не будем лежать Пойдем Вот он наш Мэджик Хаус снаружи Пока что снаружи ничего не изменилось у него Зато тут у нас уже положили вот такие вот плиты По которым мы будем передвигаться Навезли очень много земли Чтобы здесь все благоустраивать Забор сняли, чтобы новый забор поставить В общем, дел еще много Наши девочки-пышечки решили тут поесть травку Возле будущей калитки В доме внутри особо ничего не изменилось Поэтому, я думаю, заходить туда сегодня нет смысла Уж лучше, когда там все закончится, доделается Я сделаю полноценный хаус-тур Кто такие красивые собаки? Кто знает историю Мишани, что она к нам попала Как бы из не очень хороших условий Тот видит, как Мишка изменилась Насколько, как она машет хвостиком Как она радостно бегает Гуляет вместе с Софией Какая она была раньше Такая трусишка Забьется в угол А сейчас уже научилась выпрыгивать из машины Гуляет, да? Мишаня уже научилась команде рядом Конечно же, благодаря ее любимому корму Они получают... Да, Софиш? А ты еще демонстрируешь какую команду? Сама не знаешь? Я думаю, у многих такое бывает Когда собака знает какие-то команды Она делает лишь бы что-нибудь сделать Чтобы ей дали вкусняшку Мишаня уже знает команду рядом Рядом, рядом Не уносится куда-то Не сидит, тупит, как раньше Ушки тут нашла свои Сегодня, кстати, ребят На моем канале Animagic Вышла просто очень крутая смешилка С семью персонажами Я очень для вас старалась Мне кажется, вам должно понравиться Так что ссылочка будет там Забор уже начали ставить Мишаня, Софи Главные проверяльщики такие Пошли сейчас посмотрим Наш юный газончик Постриженный недавно Я в инстаграме фотку вешала даже Так жалко по нему идти вообще, если честно Среди газона стоит моя конструкция Альфа-гравити Как-нибудь покажу Как я на ней вешу Нереальные впечатления Ощущения Очень крутая вещь Просто... Двигаем попами Пошли, Миш Преодолевай препятствия Давай Смотри, Софина, сколько впереди тебя Пойдем Конечно же, чтобы ходить на подобные прогулки С собаками, кошками Вообще с кем угодно С животными На улицу, в лес, на природу Нужно быть обработанными От всяких клещей, блох и так далее А клещи сейчас очень опасны Они передают пироплазмоз, переносят Это жуткое заболевание От которого может собака, кошка умереть Кто-то на заднем фоне у меня кушает траву Когда я в городе В каком-то месте, где есть люди, машины, цивилизация Я буду лучше ходить с ними на поводках Но здесь у меня есть возможность отпускать их гулять Сказала я И девочки такие Пошли себе сами там куда-то Пусть они тут снимают А мы пойдем Я за все время ведения своего канала Еще когда у меня были только две собаки Эйвана, Софи, не было кошки, хомяков, насекомых всяких Миша, Юми Делала очень много самых разных роликов полезных О том, как заботиться ухаживать за собакой летом Что нужно обязательно с собой носить воду, например Чтобы собак от жажды с ней ничего не случилось Никакой приступ То есть я давала огромное количество полезных советов Я не перестаю их давать Просто делаю сейчас это более динамично В каких-то влогах, чем полезных видео Поэтому обязательно смотрите их от начала до конца Вы что-нибудь обязательно в них найдете Какой-нибудь совет И про тепловой удар снимала Что летом очень часто такое случается Плюс не раз говорила, что нельзя оставлять собаку Например, летом в машине, в жару Потому что может случиться просто страшная беда Точно так же, как и зимой В адский холод нельзя этого делать Идите сюда скорей Давай, Софиш А как вы туда попали? Как вы туда прошли? Да, здесь канава огромная А как ты прошла? Софи только что сломала систему мою В общем, здесь вот такая вот огромная канава И Софи умудрилась вот там вот пролезть А Мишка, она побаивается, видимо Мишань, ну а как ты туда попала на ту сторону, а? Ну ты, наверное, обошла Миш, ты не там была Так, сейчас Миша будет думать Как же ей теперь сюда попасть Миш, ты куда побежала, а? Она таким путем вообще Вот это, да Мишина соображалка так работает Очень странно То есть она на самом деле попала туда Обошла вот здесь вот и прошла Но почему-то сейчас она обратно сюда не захотела И тебя решила обежать вот так вот целый круг Дай мне лапу Молодец, Мишаня Сейчас пойдем на наше любимое место Озеро там такое есть в конце Где Юмичу прошлым летом Когда еще была совсем мелкая Она как прыгнула в эту воду Я боялась, что она утонет Потому что она первый раз в жизни видела воду И не поняла даже, что это не земля И побежала такая, как по жидкой земле Вот так в первый раз в своей жизни поплыла Юмичу Это вот из серии неловкие ситуации с питомцами Кстати, вот, ребят, напишите в комментариях Какие-нибудь истории В каких случаях вас бомбило Может быть, не обязательно, как у меня, например, из-за вашей собаки Может быть, ее у вас и нет То есть, напишите реально, вот, от чего вас бомбит От какой несправедливости в этом мире Ну, не то, чтобы прям бомбить, злить, да Но вот действительно, что Блин, почему так? Почему? Почему? Почему все думают так, а это на самом деле не так? Может быть, у вас есть что-то такое Какой-то опыт такой И еще я всегда, конечно же, жду в комментариях Ваших личных предложений, о чем вы хотите ролики Может быть, это советы Или проверка лайфхаков Или безумные товары, прости, чуть по носу тебе не дала Толстопоп Слась Молодец Потому что, в отличие от очень многих блогеров-миллионников Я реально читаю комментарии Всегда с вами советуюсь Пойдемте Я тут недавно смотрела ролик, в котором кто-то сказал про Чихуахуа Это порода моих собак Их у меня четыре Самых разных характеров, которых я вырастила с самого детства Кроме Миши Именно поэтому она от всех очень сильно отличается Что Чихуахуа это крысы Их даже за собак считать нельзя Ну, что за бред? Где наша Миша опять? Куда она там потерялась? Я подозреваю, что она не смогла что-то пройти Препятствие какое-то за мной И осталась либо там, либо побежала обратно домой Ну вот Миш, иди сюда Ну, давай Это просто ветка Смотри Вот Миш, пойдем Молодец Пошли Пошли Так вот, дорогие товарищи Люди, которые считают, что Чихуахуа это не собака Что вообще любые декоративные собаки это не собаки А какие-то крысы, подушки диванные и так далее Мне вас жаль По одной простой причине Да, действительно, размеры у них абсолютно не такие, как у крупных собак И они не вызывают впечатление, что ты общаешься вот с собакой Лапу берешь там И встречаются действительно такие случаи, как Миша Собаки, лишенные любви ранее Которые только потом, поздно попали в добрые руки И сейчас их приходится полностью переделывать Но есть собаки, которых вырастили в адекватных условиях Они абсолютно адекватные собаки Которые делают все то же самое, что и другие собаки А не какие-нибудь там диванные крыски Декоративная собака, выращенная в правильных условиях С правильным хозяином, который знает, как воспитывать собаку Может быть намного адекватнее и лучше, чем крупная собака Попавшая в плохие руки Так что, да, меня порой очень сильно это бомбит Но при этом я прекрасно понимаю, откуда и складывается это впечатление Потому что большинство декоративных собак в России Они не воспитываются С ними никто не занимается Их носят на ручках просто как красоту какую-то И все, и как бы на этом все заканчивается И поэтому, конечно же, эти собаки в большинстве своем неадекватные Маленькие чихуашки в большинстве своем просто там защищающие свою еду Бесконечно тявкающие, нападающие на детей И все это лишь от неправильного воспитания их хозяевами Они в этом не виноваты Виноваты Как и средние крупные собаки, которых никто не занимается Тоже в этом не виноваты Виноваты в этом люди, хозяева, которые просто-напросто ими не занимаются Покупают собачку себе А потом им просто становится на нее пофиг Они вдруг узнают, что оказывается собаку нужно воспитывать, как ребенка Ему нужно уделять время Контакт с ней налаживать Как-то ее пытаться понять Да ну нафиг, я думала, я буду просто ее кормить, убирать за ней И как бы все нормально Будет как в кино Она будет садиться там, лежать, выполнять команды, приносить тапочки Но нет, этого не будет, если вы не будете давать своей собаке время и внимание Так что уж простите Те, кто говорит про чихуашек, что они крысы Просто нифига не понимает в собаках Конечно же, бывают случаи, как Миша Собаки, которых бросили просто на произвол судьбы И вы меня извините, ребят, но меня реально бомбануло И я думаю, те, у кого декоративные собаки, меня абсолютно поймут Точно так же говорят про Йорков и любых других маленьких собак, что они тупые Но это не так Это как сравнивать людей разной внешности И говорить, что у, простите, карликов или людей очень низкого роста Людей с какими-то внешними отличиями от среднестатистических людей Какие-то проблемы с головой, они реально там тупее или менее сообразительные Но это же бред, это какая-то деградация, по-моему, общества Точно так же и с собаками Да, действительно, породы различаются Какие-то породы направлены на охрану, какие-то на охоту Какие-то более сообразительные по разным причинам Но в целом собака есть собака Маленькая она или большая, это собака Вот мы пришли к той самой эпичной речке, в которую прыгнула Юмичу Даже не речка, а это наше озеро Но тут, правда, сейчас тина у берега какая-то Но Софи все равно А Софи очень любит воду Она может вот так вот просто зайти, лапки помочить Когда мы жили в Таиланде, я оставила тазик И Софи прямо в этом тазике постоянно сидела Далеко не у всех собак Ну вот, ну я пропустила этот момент Софи Пока Мишу снимала Далеко не у всех собак, так? То есть Мишаня, например, она, наверное, не пойдет сама по себе вот купаться Какие же вы у меня красивые Че-то я так соскучилась прям влоги снимать Хорошо тебе сейчас, Софи, да? Кайф! Скорей, зарядка! Сжигаем жир перед летом Давай, все перед летом худеют Смотри, что у меня есть, Софи Лови, Софи Слишком большой, чтобы поймать Маленькие мячики она легко очень ловит прямо в пасте А этот не может Кролик мой побежал Мишанька легла полежать на травке Я с Мишанькой борюсь давно Я пытаюсь приучить ее к игрушкам Но пока она любит только грызть игрушки А вот бегать за ними, как Софи, Эйван или ее мечу Она ни в какую не хочет То есть она может взять игрушку и начать ее где-нибудь грызть А приносить, бегать, играть Пока нет Кто скажет, что Мы крысы, да? Софиш, дай мяч Неси его сама И Софиша будет нести мяч Потому что она не глупая собака Она знает команды, она знает очень много всего А контакт это то, что я постоянно упоминаю в своих роликах Это даже круче, чем какая-то дрессировка Собака может идеально выполнять команды Ходить по струнке Но если у вас в ней нет контакта Любая непредвиденная ситуация Собака уже ведет себя как-то неожиданно Она вдруг начинает гавкать Когда вы этого от нее не просили, не ждали, не хотели В стрессовой ситуации она начинает, например, от вас убегать Или не приходить по команде И много таких вот всяких мелочей То есть контакт это отдельная история Это не просто какая-то там дрессировка Это дружба с питомцем Давай мяч мне Давай Вот молодец Так что если вам интересно Я буду снимать об этом ролике Более подробные Делиться своим опытом И рассказывать вам какие-то вещи Которых вы в принципе нигде в интернете не найдете Так, а вот это проблема нашей местности Собаки Софи прогоняет его Да он же явно не хочет ссориться с тобой Такая парочка стерв Софиша Софиша, ну че вы Софи лает не громко, потому что я ей не разрешаю лаять И она просто порыкивает как бы так Но подойти я разрешаю То есть я не останавливаю их Потому что я уже знаю эту собаку Знаю, что он такой Пургливый Девки его прогнали Да, прогнали пацана Такие две девки И вернулись ко мне А теперь писают Метят территорию Смотрите Знали когда-нибудь зачем собаки так делают? Пописала, например, или покакала И начинает вот так вот разгребать землю Нам всегда казалось, что она закапывает Нас так учили, что они закапывают На самом деле нет, наоборот Они раскапывают И увеличивают тем самым территорию свою личную То есть они пометили маленький кусочек земли И чтобы занять еще больше земли И они ее раскидывают Как бы смотрите Там и там и там и там Тоже мой запах Сюда не приходить А мальчик-то там сидит на дороге Такой одинокий Подойти хотел познакомиться А девчонки прогнали его Да, вот такие вы Даже в нашей пустыне, где нет машин Мы тренируем команду дорога И команду ждать Команда дорога это остановиться Перед любой трассой опасной Ждать Я всегда всем запрещаю повторять это Пока они идеально не уверены в своих собаках Идите сюда Молодцы, девочки мои А еще, ребят, очень важно, чтобы собаки не подбирали С пола, с земли На прогулке Потому что они могут отравиться Есть отдельные группировки людей Которые отравляют собак То есть они вкуснятину какую-то кладут яд Это ужасно, что в нашей стране такое есть Такое безжалостное отношение к животным Но точно так же собака может отравиться Не каким-то там специальным ядом Приготовленным для нее, да, Мишань? А тем, что просто найти испорченный продукт В общем, подобрать что-то, что нельзя Какой-то ветер прям подул с песком Если у вас нет возможности отучить от этого свою собаку Вы не можете ее к этому приучить Используйте хотя бы какой-нибудь ну тряпичный намордничек на прогулке Но это вот я вижу, как такой вот крайний Возможный выход из положения Если вы не можете Слася, Софиш Отучить свою собаку Возьму немножко нашего корма Молодцы! С земли подбирать нельзя А у меня можно с рук брать А с рук можно, да? Да Можно Сейчас все-таки сходим в домик, да? Очень жду Magic House Очень уже хочу заехать Кстати, а куда Мишаня у нас делась, а? Так, сейчас Софи, где ты Мишу потеряла опять, а? Она не смогла залезть на ступеньку? Миша! Миш! Мишаня! Миша! Миш! Где Миша? Где Миша? Софиш, ищи Мишу давай Где Миша? Где Миша, а? Тут не может быть Миша, Софиш Ну нет, Миша далеко уйти никуда не могла Куда-то далеко убежать То есть она должна быть где-то здесь Скорее всего, она где-то тупит А что у нас дверь в машине открыта? Как? Как это случилось, Мишаня? Я слышала пик машины Машину открыли И вот Мишка решила сказать, что типа я поехала домой Залезла в нее сама каким-то образом И сиди тут А вот это как раз к проблеме Собак, которые с детства были К сожалению, не развиты Не было контакта с хозяином Их не дрессировали, с ними не занимались Они сидели в комнате Ничего в жизни не видели И как бы уровень развития у них гораздо ниже К сожалению И это сложности придает Если я бы крикнула Софи Она бы уже через секунду была здесь Миша же может вот где-то так затупить Пропасть И ее нужно искать Переходите по ссылочкам на новые ролики На других каналах Подписывайтесь на этот канал Если вам понравилось И ставьте лайк, если хотите больше влогов И нашей такой вот просто реальной жизни И общаться по душам И увидимся скоро в новых видео Пока!